И вот только лишь прошел год, как они успокоились, начали успокаиваться, к этому привыкать. Обратное несчастье и горе, наше неповторимое Апасури. Говорят, Борухай, Борухай, Кеней, 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 Ви, с разбитым сердцем ушла из жизни наша неповторимая Апасури. Я хочу выразить самые глубокие соболезни ее детям, Кеню, Домото, братьям и сестрам. Сколько вас сегодня мы не успокаивали, нам уже Апасури не вернуться. Дорогие друзья, Апасури, она родилась в городе Катакургане 22 апреля 1931 года. Ей было 86 лет. Семье рабая Хазана, Нахмата Боша Моя Ханан Садыков, этот человек ее отец, он был главным насчет кладбища и синагоги. Все то, что было связано с синагогой и кладбищем города Катакурга, ее папа Моя Ханан был там самый главный. Моя Ханан была жена два раза, потому что первая жена, ее звали Исара, и она умерла в очень и очень молодом возрасте, в то время, когда Апасури скончалась. Апасури было всего лишь семь лет, когда она потеряла маму, она была единственной дочерью у ее мамы, мама умерла в очень молодом возрасте. Для того, чтобы не осталось Сури безгласской матери, Моя Ханан, он женился второй раз на ныне покойной Апай-Маэ, которой его родила еще девяти лет детей. Вот, одна из них, Лехадам, умерла в 83-м году. И Бог, мы желаем ее братьям и сестрам долгих лет жизни, хоть даже у них только одна сторона, отец, они братья и сестры со стороны отца, они все должны исполнять законы травы 100%. Один месяц, все братья и сестры Апасуришка, они должны держать траву один месяц. Дорогие друзья, фамилия мамы Апасури, ее звание Сара Файзакова, в 1950 году наша дорогая Апасури, она вышла замуж за Молома-Шерда Абраева и подарила ему восьмерых замечательных детей, пятеро дочерей и трое сыновей. Дорогие друзья, фамилия Молома-Шерда Абраева, который скончался почти полгода тому назад, наши синагоги и вся община стучают по нему, нам его очень-очень сильно не хватает. Я помню, как вчера, когда я пришел к вам домой, Молоса Файзакова, чтобы сделать горевой порог вашему отцу, вашей маме, еще не успокоились мы от этой потери, от двух громадных потерь, как еще одна громадная потеря. Даже во время войны, это было очень-очень редко, чтобы за короткое время три самых близких человека покинули этот мир. Дорогие друзья, Апасури приехала в Америку, когда ей было 49 лет, а это было в 1980 году. В Америке было очень-очень мало бухгарских евреев, и все, кто приезжали сюда в Америку, они встречали, помогали, они были очень-очень гостеприимные люди, давали правильные советы, и поэтому Апасури, она сделала очень-очень много добрых дел. Когда она приехала в Америку, она помогала детям, она простила внуков, у нее не только прекрасные внуки и правнуки, даже у нее есть правнуки. Я даже имел честь, несколько лет назад, дай Бог долгой мне жизни, Рахмин, по-моему, в году Бошиной, его жена Юлия, я имел большой повод, что они мне дали сандо, правнука, вот Апасури, Беньямин, дай Бог, чтобы холоханы гуляли на его свадьбе, для меня это большая честь, дай Бог, чтобы у вас было только радость веселья. Дорогие друзья, Апасури, она болела несколько месяцев, и даже до этого она болела, всегда Апасури говорил, Рабаевы, Хошин, Оханы, Сури Басаров, всегда молился, дети, все вы ухаживали за мамой, ваша мама ушла от вас очень-очень довольна, ваша совесть перед ней чиста. Когда же кончался, было Барухай, и было Башия, наш дорогой Барухай, я уверен, Барухай тоже, ни одного дня холоханы не пропускали, и утром, и вечером. И даже Барухай, у него бизнес тоже, он благодаря бизнес, хоть даже, да, он пошел, главное, чтобы я холоханы пропускал. Поэтому, Апасури, Исоха, Бабаев, Хошин, Ноэ, снова трава, обратно целый год, дай Бог, чтобы это был последний травм, чтобы у вас минимум 50-60 лет больше никогда не видели горя. Это травм надолго-долго хватит, потому что мы уже все устали от этих тяжелых дней. Дорогие друзья, сегодня мы едем на кладбище, называется Монтефер Семитери, а по сути мы проводим последний путь прямо возле Любавича. Все вы знаете, много лет тому назад, в Ломо-Шеях, мудрый человек, он купил это место на кладбище. Ему сказали, в Ломо-Шеях, мы вам дадим большие деньги, продайте нам это место. Очень много людей хотят больших рабаик, они говорят, мы вам дадим большие деньги. Он говорит, я эти кладбища никогда места не продам, потому что это большая честь, чтобы я был похоронен здесь. Сегодня мы едем на кладбище, в Монтефер Семитери, пожалуйста, не путайте. Есть Мю Монтефер, это на 49-м, мы туда не едем. И есть регуляр Монтефер, это где Любавич похоронен, Францис Луис Бульвар, кто дорогу не знает, езжайте за машиной. После этого кладбище мы поедем с вами в новый ресторан, который называется Версанис Паланс, находится на 63-м недалеко от Луис Бульвара. Семидневные поминки будут в Малухан субботу вечером, шаббат очень рано выходит. Юшло будет примерно в 7 часов, мы вам скажем, где это будет. А вот 30 дней Малухан будет в понедельник вечером 8 января. Годовщина будет в субботу днем 1 декабря, шаббат днем Юшло не делаем, поэтому годовщина будет уложена на 29 ноября. Все дети, братья и сестры Апасури, мы вам дали с Кенжом на 10 лет, что надо говорить, когда зажигается свечи, когда можно стричься и бриться, и когда надо проводить Юшло до 2027 года. Если вопросы будут, мой телефон здесь есть. Давайте прочитаем Тейли. Завтра вечером в полукаве будет праздник Хануки. Дай Бог, чтобы Хануков прошел благополучно. Ижанна Милетон, всем, кто сегодня с нами, огромное спасибо. Я всегда говорю, что когда человек умирает, у умершего глаза закрываются, а у детей глаза открываются посмотреть, кто пришел нас поддержать, когда нам было больно и тяжело. Но дай Бог, чтобы дети Апасури проходили ваши радостные дни.